Офис 365 от Microsoft является комплексной экосистемой для работы сотрудников компаний или организаций образования. В данную систему входит много сервисов, с некоторыми из них мы уже работаем довольно часто, например это Outlook, либо же OneDrive или же Microsoft Forums. Но кроме этих сервисов есть еще и другие, которые не менее полезны, чем выше упомянутые. Одним из них является сервис Microsoft Team. Вот он и при помощи его мы можем организовать работу каких-либо групп сотрудников, либо же в нашем случае организовать онлайн обучение, где можем добавить учащихся как некую группу, либо же команду. И чтобы перейти на Microsoft Teams, можно зайти на office.com.apps и здесь соответственно кликнуть, либо же переходим на наш Outlook, и где все приложения. Вот здесь оно у нас будет находиться, кликаем на него. Далее мы переходим на главную страницу данного сайта. Вот мы находимся на главной странице Microsoft Teams. Слева у нас находится меню со своими уже внутренними сервисами и во вкладке действия будут высвечиваться какие-либо действия учеников, либо же преподавателей в группах. Далее у нас идет чат, то есть чат именно с сотрудниками, меру нашей компании, где мы можем спокойно написать не как почтой, а через чат, чтобы сто раз это все не переслать. И кроме этого, как и в WhatsApp, можно будет создать свою собственную группу. Кроме этого есть контакты, меру избранные, но пока я еще никого отмечал, и группы. А группу контактов можно будет создать вот снизу. Далее, наверное, самое главное, это у нас команды. В командах можно будет создавать как раз такие классы. Вот, к примеру, да, понятно. Вот, к примеру, у меня здесь есть две группы. Это мы чуть позже зайдем, чтобы создать новую команду для класса. Далее у нас идут задания, но задания здесь идут смешанные именно для всех классов. Будет распределение по датам, так как здесь еще ничего нету, соответственно, пусто. Ну и далее идет календарь. В принципе, такой же Microsoft календарь, какой есть у нас в Outlook. И также будет интегрировано с событиями, которые будут у нас находиться в командах. Далее, кроме этого, можно будет добавить еще другие приложения, к примеру, как файлы. Здесь в файлах у нас будут показываться последние файлы, которые мы работали. Далее файлы от самих Microsoft Teams, ну и либо же ваша облачная хранилища от OneDrive. Далее, если мы нажмем на такие три точки, здесь у нас получится другие приложения, которые мы можем также добавить на этот Microsoft Teams. И вот еще здесь есть дополнительные приложения, которые можно будет добавить, интегрировать уже с другими сервисами. К примеру, Trello для организации проектов, Zoom, может быть, кто-нибудь уже сталкивался с проведением вебинаров. Кстати, вот хороший сервис это MindMaster, мы, кстати, делали на его обзор для создания интеллект-карт, либо концептуальных карт и так далее. И вот, кстати, есть еще сервис Майки для проведения опросов. Их также можно будет интегрировать. Ну и далее, здесь можно также ознакомиться с правкой на русском языке, либо же скачать классическое приложение для Microsoft Teams.